Всем привет! Сегодня я расскажу вам о выборе зимнего комбинезона для новорожденного. Казалось бы, что может быть проще. Но когда я покупала свой зимний комбинезончик своему первому малышу, то я выбрала его по принципу главное красивый. И потом я столкнулась с такими проблемами, с такими трудностями его использования, и при этом это же каждый день собираетесь на прогулку, в поликлинику. И он меня настолько достал, что я просто готова была выкинуть его в окно. Когда я покупала комбинезон своему второму малышу, у меня уже сформировались определенные критерии выбора зимнего комбинезона. И внешний вид, расцветка стояла на последнем месте. Итак, самое первое, это должен быть именно комбинезон, это не должен быть конверт. Либо это должен быть трансформер, как например в данном случае это конверт, и он на замочках трансформируется в комбинезон. Для старшего малыша у нас был комбинезон фирмы NELS, и это был конверт. Конечно, я предусматривала тот вариант, что мы будем возить ребенка в автокресле, и там в этом конверте предусмотрена такая прорезь для ремня. Но все бы хорошо, но наши ремни от автокресла просто не подошли в эту прорезь, а просто невозможно было пристегнуть ребенка. В итоге было столько заморочек, что ребенка дома ты не пристегнешь в автокресле. Приходилось нести ребенка в зимнем комбинезоне, в машине прогревать сначала, а потом уже ребенка раздевать, доставать из этого комбинезона и пристегивать его в автокресле, что жутко неудобно. Конечно, мы потом приспособились, мы его там наполовину расстегивали, как-то подворачивали, чтобы хотя бы не вынимать ручки и так застегнуть его. Это очень неудобно. Второй мой критерий был, это размер. Размер я искала строго 56-й. Мои малыши рождались в январе, и для первого малыша я пошла в магазин, меня убедили, что комбезы для новорожденных идут все с 62-го размера, и что малыши быстро растут, и бла-бла-бла. В итоге я купила комбез 62-го размера, я не могла одеть ребенку, да, он просто проваливался как в мешок. Не то, что ручки просунуть, нет, просто ты кладешь туда, и он где-то теряется, вообще просто падает, проваливается внутрь. Дети не рождаются 62 сантиметра. Мой малыш был не из самых мелких 54 сантиметра, но при этом даже он в этом комбинезоне просто терялся. И это были каждодневные психи и сборы. Я обязательно прокоплю фотографию, как это выглядело. Конечно, если у вас ребенок рождается, например, в ноябре, то, возможно, чтобы вам хватило комбинезона на всю зиму, то можно купить 62-й размер, и как раз он там месяца за 4 он дорастет до 62-го размера, и спокойно вы проносите всю зиму. Но если у вас ребенок рождается там в январе, вторая половина, там, февраль, то не надо брать таких больших комбинезонов. У нас получилось так, что мы купили 62-й, и когда мы доросли до этого размера, уже была весна на дворе, и уже, в принципе, мы покупали новый комбинезон на весну, и этот комбинезон нам не нужен был. То есть сначала мы ходили с ним, мучились из-за того, что он нам был большой, а когда мы до него доросли, он нам больше не нужен. Поэтому с вторым ребенком я искала строго 56-й размер. И это была большая трудность, потому что 56-го размера я встречала конверты, довольно много конвертов 56-го размера. Я встречала Рейму, но Рейма идет размер 56, маркировка, но он идет плюс 6 см, соответственно, он тоже большой. Второй наш комбинезон, он уже был без маркировки. Меня в магазине убеждали, что он идет 0+, плюс в нем действительно не был указан размер в сантиметрах, в нем был указан размер в возрасте, что якобы он идет от 0 до 1,5 лет растущий комбинезон. Я пыталась в магазине замерить, там, соответственно, прикладывала комбинезоны 62-го размера, он действительно чуть меньше, но все равно мы постоянно его носили, и он нам был большой. Я также попробую приложить фотографию, если найду, как это смотрелось на ребенке. Итак, третий критерий – это отсутствие пинеток и варежек. Не будет у вас зимой на улице необходимости ребенку снять пинетки либо рукавички. Ну, точно не будет. В помещении вы ребенка разденете полностью. У нас был такой комбинезон, у которого были прорези в рукавах и снимались пинетки. Так вот, в итоге я их просто зашила, потому что меня постоянно раздражали, что открываются ручки, он вытаскивает их на морозе, и может свалиться эта пинетка. И, в принципе, одевать его, то есть отдельно натягивать на ножки эти пинетки, было очень неудобно. Эти пинетки, они удобны скорее после года, когда ребенок начинает ходить. То есть вы можете одеть или ботиночки, и он пойдет гулять, или вы можете одеть теплые пинетки, и он будет спать в коляске. Такой случай, возможно, но не новорожденному. В продолжение темы я немного расскажу еще о комбинезоне Чоу Петти, который мы покупали для второго малыша. Итак, это не конверт, это трансформер. И трансформер, он идет как из конверта в комбинезон, также он позиционируется как трансформер растущий в комбинезон. То есть мы его носили в прошлом году, когда родились, и в этом году мы его одевали тоже несколько раз. То есть у него ножки вот так вот, это для новорожденного, а в этом году как бы мы расстегнули и носили уже с ботиночками. Но есть и минус в этом, здесь нету ни утяжки, ни каких-то ремешочков, ничего, то есть сюда может задувать, если у вас одеты пинетки. С высокими сапожками мы носили этот комбинезон буквально несколько раз. Носили мы его несколько раз, потому что он якобы позиционируется до пару лет, но я бы сказала, что он сантиметров до 80, потому что мы его одели нам было 10 месяцев, мы были около 80 сантиметров, и комбинезон нам впритык. Капюшон уже почти не одевался, то есть только до середины головы. В длину он был как раз, но зимой носить без капюшона мне не понравилось. Ну а сейчас мы уже 86 сантиметров, хотя нам всего годик, и естественно этот комбинезон нам уже мало. Что покорило меня в этой фирме, так это цвета и всевозможная фланетура. Цвета у этих комбинезонов офигенные, то есть я видела вот этот пыльно-розовый, пепельный, цвет такой серебристый, золотистый, у них я встречала даже такие черные с цветами, очень красивые расцветки. Просто обалденная фланетура, все очень качественно сделано, внутри хлопковый подклад обалденный, очень прикольные вот эти затяжки на капюшоне, то есть мне их очень не хватало с первым комбинезоном, то есть можно затянуть и капюшон не сваливается, мы даже одевали тоненькую шапочку, одеваешь комбинезон, затягиваешь, все, ветер не дует. В общем, комбинезоном я в принципе вторым довольна, со своими минусами и недостатками, но он меня в принципе удовлетворил. Если моё видео было вам хоть чуточку полезно, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Субтитры сделал DimaTorzok